Власти Ирана отправили регулярные части корпуса стражи Исламской революции на подавление беспорядков в некоторых регионах страны. Как отмечают эксперты, привлечение элитных частей вооруженных сил – первый случай с начала протестов в Исламской республике, которые продолжаются уже третий месяц. Подробнее о ситуации в Иране мы поговорим с политическим обозревателем телеканала CBC, моим коллегой Русланом Сулеймановым. Здравствуй, Руслан. Добрый день. Руслан, скажи, пожалуйста, с чем связано решение иранских властей о задействовании элитных частей вооруженных сил и в целом какие регионы войска направляются прежде всего? Мы видим, что руководство Ирана пока что ничего другого не может сделать, кроме как подавлять эти протесты и подавлять их все жестче. Теперь уже очевидно, что с привлечением вооруженных сил, потому что протесты не утихают. Это действительно беспрецедентные демонстрации за все время существования современного иранского государства, то есть 1979 года после так называемой Исламской революции. А прежде всего Тегеран обеспокоен положением дел в так называемых национальных окраинах. Главным образом речь идет о тех регионах, где компактно проживают курды. Это связано с тем, что иранские курды имеют тесную связь с курдами Ирака. И, как известно, они получают и финансовую поддержку, и оружие. И в последние недели появилась информация о том, что создаются даже целые подпольные организации. Речь идет не только чисто о иранском Курдистане, но также курды проживают в таких провинциях, как, например, Западный Азербайджан. И в последние дни мы чаще слышим о городе Мехабад, где также компактно проживают курды и очень активно выступают против центральных властей. Поэтому именно туда, как мы понимаем, власти страны направляют основные силы, основные карательные органы. Но я подчеркну, что руководство Исламской Республики пока не подтверждало эту информацию. И я думаю, что, может, и вообще никогда ее не подтвердит. То есть это все делается так довольно скрытно. Но, тем не менее, в наше время, когда информация разлетается молниеносно, когда люди открывают Твиттер, Телеграм-каналы и все остальное, они видят, что происходит. Вот мы как раз могли наблюдать на кадрах. Ну вот, несколько дней назад появилась информация о массовых казнях, которые будут применены, ну, как они сообщают, ко всем протестующим. Это огромная цифра. Что на данный момент известно? Я думаю, что эти сообщения нагнетаются искусственно руководством Исламской Республики. Главным образом для того, чтобы запугать протестующих. На текущий момент арестовано порядка 14 или даже уже 15 тысяч человек. Мы говорили о 15. Да. И пока разговоры о том, что все они будут казнены, они, конечно же, далеки от реальности. Официально вынесен приговор пока что по трем протестующим. Смертный приговор. Ну, а все остальное это высказывания иранских чиновников, которые, видимо, выдают желаемое за действительное. И они, конечно, наверное, были бы не против того, чтобы протесты закончились, чтобы все разжигатели этих демонстраций были казнены. Но это не более чем риторика. И, повторюсь, на мой взгляд, она во многом нагнетается искусственно. Мы видим, что, конечно, людям в Иране все сложнее и сложнее протестовать. Потому что полицейские в стране применяют огнестрельное оружие и просто убивают людей. И я бы обратил внимание на то, что жители страны прибегают к очень нестандартным методам протестов. Например, футболисты делают какие-то символические жесты после забитых мячей, как мы тоже можем наблюдать на экране, как бы выражая поддержку и солидаризируясь с протестующими. Очень популярны в Иране сейчас различные граффити, когда с одной стороны закрашиваются преимущественно краской красного цвета, официальные какие-то плакаты, изображения Айятоу. А с другой стороны, очень популярны сейчас изображения Махса Эмине, которая трагически погибла в сентябре. То есть иранцы все равно ищут какие-то новые способы, новые выходы. Еще мне, например, запомнилось, как женщины делают вкрапления красного цвета на своих сумках. Или как некоторые протестующие демонстративно разрезают флаги черного цвета, которые имеют важное значение вообще для ислама. И вот эти разрезанные мелко-мелко флаги черного цвета, они как бы символизируют волосы женщин, которые не могут их демонстрировать на публике. Мы видим, даже сами женщины сняли хиджаб. Да, это не видано. Это за 43 года, можно сказать, первый такой протест именно против основ иранского государства. И что касается футболистов, я хочу сказать, что в отношении даже экс-футболиста, опять же сборная Ирана, азербайджанского происхождения, Али Дайе И, также вынесен смертный приговор, что тоже вызвало, конечно, массу возмущений с разных площадок. Вот как, на ваш взгляд, ситуация в Иране будет развиваться, скажем так, в ближайшее время, мы, в принципе, о нем только и можем говорить, и есть ли будущее у этих протестов? Очень сложно предсказывать то, как будет развиваться ситуация. Мы не могли точно судить, как будет меняться обстановка в Иране месяц назад, даже в первые недели протестов. Как правило, да, даже такие масштабные общенациональные протесты, они жестоко подавляются. Я напомню, в последние годы в Иране было очень много разных протестов, но преимущественно они были с экономической повесткой. Сейчас же, как мы уже с вами отметили, они против самих основ Исламской Республики Иран. Я думаю, что будет нарастать главным образом шкала насилия, как со стороны протестующих, так и, конечно же, со стороны силовиков. Возможно, что протест будет потихоньку угасать, не будет той активности, которую мы наблюдали, особенно в первые недели. Возможно, что будет снижаться уровень какой-то международной поддержки этих протестов, но так или иначе, я далек от мысли, что протесты полностью закончатся. Потому что, если центральные власти не идут ни на какие уступки, не смягчают никакие законы, в первую очередь мы должны упомянуть о так называемом законе о хиджабе и целомудрии, который ужесточил правило появления женщин в общественных местах, когда платок нужно закрывать настолько сильно, что даже плечи не должны быть видны. Там есть такие особенности, и, конечно же, женщины выступают против этого, но никаких уступок нет. И поэтому, несмотря на все репрессии, казни, сколько бы человек ни казнили, я убежден, что протесты в том или ином виде будут все равно продолжаться. Вызывает, конечно, только сожаление, что при этом страдают абсолютно гражданское население, ни в чем не повинны, и в то же время даже дети. По статистике, больше 40 человек, по-моему, даже больше. Спасибо большое. О событиях в Иране мы поговорили с нашим гостем, политическим обозревателем Сибиси Русланом Сулеймановым. Продолжение следует...